Серия домашних игр молодежного хоккейного клуба «Динамо» продолжается. В минувшие выходные белые-голубые сразились с командой «Спартак» из Москвы. Об итогах матча в нашем сюжете далее. Первый острый момент возник у ворот красно-белых гостей. Однако счет был открыт на экваторе первой 20-ти минутки. Передачу из-за ворота выдал Егор Звонов, а Матвей Сумин бросил с пятака без шансов для вратаря «Спартака». Этот гол стал первым для 16-летнего Сумина в молодежной хоккейной лиге. Красно-белые отыгрались благодаря индивидуальным действиям Богдана Львутина, который продрался от закругления площадки к воротам Куликова и обыграл динамовского вратаря в ближнем бою. Несмотря на солидное преимущество по броскам, 15 динамовских в створ ворот против шести спартаковских на перерыв команды ушли при равном счете 1-1. Нормально играем, надо больше бросать, и меньше угрозить своим воротам предоставлять. Вернувшись на лед, хозяева приступили к тотальному прессингу на половине площадки гостей. Однако шайба влетела в ворота бело-голубых. Капитан Спартака Александр Оськин от синей линии послал спортивный снаряд точно в девятку. Спустя четыре с небольшим минуты гости реализовали численное преимущество. Руслан Наврузов из круга вбрасывания мощно выстрелил над плечом Ивана Куликова. Четвертый спартаковский гол оказался дублем для капитана. Точный бросок Оськина отправил Куликова на скамейку запасных, а место в ворот динамо занял Вадим Жиренко. Окрашенный в красно-белые цвета второй период завершился со счетом 4-1. Собрались вовремя, включились с первых минут, обсудили с ребятами, что не получалось у нас в первом перерыве. Тренера подсказали, где надо добавить. Вышли, ну и там как-то само же пошло. Забили быструю шайбу, потом большинство реализовали. И потом, опять же, удачный наш капитан выбежал, забил. Поэтому я считаю, что второй период провели плодотворно. Главное, не забавлять третьим. В завершающей трети динамовцы получили шанс начать погоню за Спартаком, играя в формате 5 на 3. Но вратарь красно-белых справился со всеми бросками по его воротам. Забить в этой игре динамовцам было уже не суждено. Счет 4-1 в пользу спартаковской молодежки стал итогом первого столичного дерби в Твери. Новое ледовое сражение на арене спорткомплекса «Юбилейный» состоится 18 ноября в 19.00.